Запустилась. Как хорошо, что я заспаливаюсь. А что ты сегодня будешь делать? Сегодня я буду строить свою дату. Вот так. Так, для начала надо расчистить немного территорию. Вот тут вот залатать. Вот это вот убрать. Потому что командами я пользуются не умею. Так. Так. Сейчас, секунду. Хорошо, к нам еще один присоединился. У нас тут пока что мало, но я могу все-таки спросить, чтобы не затягивать вебинар, потому что мою дачу устроить достаточно долго. Я уже половину построила, даже, наверное, чуть больше, пока мне не пришла идея построить вебинар, построить на вебинаре. Мы можем, чтобы не тратить время, пойти в этот мир. И какой у тебя вопрос? Как крафтится динамит? Что? Как крафтится динамит? Что крафтится? Динамит. Динамит? Угу. Я уже забыл. Динамит крафтится из пороха и песка. Песок выкладывается крестом в крафте. И порох в оставшиеся местах. Насколько я помню, так. Но я могу ошибаться. Да, все понятно. Так, как вы думаете, мы лучше пойдем в тот мир, где дача уже наполовину построена, или будем строить вообще заново? Да. Где построена наполовину? Что заново? Что да, точнее. То, что хочу, где построена наполовину, увидеть мир. Ну, окей. Вот так вот. Тут я уже большую часть построила. Так что нам не составит труда ее достроить. Сейчас. Чуть не загрузилась. Давай, быстрей. Не поняла. Соня. Давай. Да. А почему в Майнкрафт так сделали, что надо загрузить все тело? Как, чтобы он загружался, как сейчас, хотя он загружается? Не знаю. Так, короче, вот. Я тут немного построила. Сейчас выйду и покажу. Кстати, я нашла идеальное просто место, потому что у нас там... Потому что у нас рядом есть пруд, горы рядом, где-то в той стороне, и цветочный лес. И у нас так же. Ну, короче... Вот. Каркас построен. Осталось построить низ, подвал. И верхний этаж. А зачем в Майнкрафте подвал? Так. У меня нету вещей, странно. Что ж. Нет, не в тот слот взяла. Что ж, вот так вот. Теперь нам надо полностью застроить все это. А зачем в Майнкрафте нужен подвал? Нет, он нужен не в Майнкрафте, а в реальной жизни. Просто я строю абсолютную копию, так скажем, нашего дома. А я строю дом, то делаю дом-подвал. Вот так, так, так. Вот такое вот маленькое окно у нас тут. Маня! А как у тебя появилась доска, и ты никуда не входила, чтобы взять ее? Есть такая функция, то, что если нажать на колесико мышки, можно брать блок, на котором, ну вот, крестик. То есть, вот, допустим, если вот так вот я нажму, ничего не произойдет. А если я нажму вот так вот, то возьмется дерн. А это земля с травой. О, каньон. А я его не замечала. Что-нибудь? Прощай. Вау. Так. А что это за место там в земле было? Где? Дырка большая. Ну, вы... Да. Да. Это каньон. То есть, большая-пребольшая пещера. Так, короче, мини-рум-тур. Вот мы тут входим, сразу большой стол, лестница на второй этаж. Тумбочка. Вот тут вот будет еще раковина с плитой. Вот тут еще... Так, сейчас, погодите, мне звонят. Хорошо, что у меня есть браслетка, с помощью которого я могу отклонить. Так, так, так. Ну, вот тут вот второй этаж еще не достроен. Немного вот так вот. Это еще одна комната, кстати, тоже с большим окном. До сих пор тут моя доска валяется. Дальше идем. Вот тут печка. Вот тут еще будет небольшой стол. Вот тут холодильник будет. Родительская комната, ну, самая большая. Вот так вот ей изобразилась щель из моей комнаты. Вон там вот моя комната, если что. И вот тут вот есть какая-то такая щель. Не знаю зачем. Короче, вот так вот. И вот моя комната. Тоже такая небольшая полочка. Вот тут вот в будущем еще будет стол и кровать. Как раз надо поспать. Вот так вот. Так, второй этаж строить. Окна есть или нет? Я не помню. Нет, нету. На втором этаже вообще опыт почти нет. Будет удобнее делать вот. Так вот. Вот. Нет. Случайно выбросила. Ничего, у меня тут еще одного лента. Там, Соня, на вопрос. Какой? А как ты делаешь, чтобы крыша шла наискосок? А то у меня только получается как прямая, как вот так. Как. Не поняла. Как ты делаешь, чтобы крыша выглядела вот так наискосок? Треугольник? Как ступеньки на крыше. Как вот. Как вон там у тебя. Я делаю вот так вот. Раз. Я вижу, кто рисует. И я могу сделать вот так. Вот так вот. Коварно. Вот. Раз. Два. И вот получается вот так вот. Вот так вот. Ну, не туда. Сейчас еще надо посмотреть. Что-то все, как-то мало народу. Ну, да, наверное. Как бы 2 сентября у всех первое занятие. Не жаль. У меня занятие только по тайницу. Я очень люблю строить дома, а подвалы. Я один раз поселилась в пещере. То есть, нашла пещеру и обустроила еще под себя. То есть, там кровать, немного стен заменила. О, уже красиво получается. Так, тут еще надо лампочки расставить. И еще надо застроить крышу полностью. А труба уже есть. Вот так. Шпоньк. Опять. Что-то сегодня как-то скучновато. Ну, ничего. Благо, да, чего уже... Благо, дом уже... А стоп. А реально, о чем он так быстро строится? Я думала, что я за время выжив... За время того, как я выживала, я уже разучилась строить. Вот. И вот так вот. А я как-то сделала дом-тоннель. Что? Я не очень поняла. Дом-тоннель. То есть, дом... Дом-тоннель. Дом-тоннель, да? Угу. Интересно. Я нашел... Я нашел тоннель в пещере и построил там все дом. Со стенами зондерняка, ритового красного кирпича и света камня. А зачем так много ингредиентов? Да, чтобы... Да, чтобы мобы не поняли, где я. В творческом режиме. И я понял, что мобы не крафтятся в домах и вообще рядом с домами. В смысле не крафтятся? Нет, не крафтятся. Я попробовала... В смысле крафтятся? То есть, не появляются. А, это называется не спавница. А, не спавница. Я уже сам запутался. Смотрел столько блогеров. Одни называют это крафтятся, а другие спавнятся. Странно. Я ни разу не видела, чтобы блогеры называли мобы... То, что мобы крафтятся. Я попробовала закрафтить. Так вот. То есть, заспавнить вся моба, ни одного не смог. А, у тебя много света было? Ну, я устраивал только по крайскому виду. Много света камня. Пошлое света камня. Много света камня? Да. Я попробовал даже... Вот поэтому и не спавнились. Потому что монстры спавняются только в темноте. Я построил... Я построил огромную все дыру, которые темно. Мобы и там тоже не заспавнились. Ну, тогда я не знаю. А у тебя на мирном режиме? Да. А, ну тогда они, в принципе, нигде не заспавнятся. Думаю, что мобы могут спавниться максимум на легком. А я на мирном режиме, если создаю мира, то появляешься, спавнишь прямо в деревне. Миро, а миры. Миры. В них я спавнюсь прямо в деревне. На мирном режиме. Всегда спавнишься? Ну, да. Тогда это очень странно. А, нет. Мне нужен цветокамень. Точно. Это... Блин, почему у меня большиня буква? Все. Так-то лучше. А, нет. Еще не все. Так. Где? Вот, цепь. Вообще прекрасно. Какой у нее классный звук. Здесь светокамень. Попа. Готово. Теперь туда светло. Так. Так. И вот тут вот лампа. Тут лампочка тоже у нас есть. И она у нас вот тут. Да, вот. А я, если сделала мера, мир, то если я на выживании включаю бонусный сундук. И делаю мирную сложность, чтобы жизни побыстрее восстанавливались. Так-так. Вот полочка. И вот на этой полочке у меня стоит фонарь. Так, дальше у нас еще вот здесь вот стоит. Или нет, нет. У нас еще стоит, а где? Вот. Куда? Вот здесь. И тут у нас тоже стоит вот так. Вот так вот. Теперь нужно сделать окна. Для этого нужна стеклянная панель. И. Раз, два, три, четыре. Ну что ж, дом почти готов. Потом мы еще в нем немного поживем. Именно поживем, не повыживаем. А, нет, еще не готов. Еще вот тут же ведь надо. Живеть. Шум. Ладно, допустим. Так, так. Сейчас очищаем. Где еще нужно стекло? Ага. Блин, чуть ли так. Ну, не пропустила. Теперь вот так. Все. И загородила себе проход. Интересно, зачем? Дверь почему-то сломалась. Правильно? Нет, неправильно. Да. Теперь правильно. Хорошо, что я свет поставила. Я создаю на выживание, только на межные сложности. И с бонусами с сундуками. Но если ты хочешь, чтобы у тебя вспомнились монстры, то нужно обязательно хотя бы на легком режиме. Для меня это слишком... Для меня это слишком... Для меня тоже. Но мне монстры не нужны, так что... раз, два, три, четыре... Раз, два, три, четыре... Раз, два, три, четыре... Так что я сделаю вот так. Не знаю, почему, но... Не знаю, почему и зачем, но я всегда закрываю за собой дверь. Но вот тут вот дверь всегда открыта. Я сломаю Майнкрафт. Нет. Я сломаю Майнкрафт. Я сломаю свой мозг. Нет. Я сломаю свой мозг. Ну как? Ну как? Дверь Майнкрафта не сломай. Боже мой! Мне так странно. Мне то она открывается и закрывается, то она просто перемещается. Ах! Всё. Может быть, на сегодня... ...всего достаточно А вот тут-то вот у нас эти... Рубильник. Как бы теперь... Что ж... Раковину я сделаю из котла, бочега и воды. А где котел? Котел в зельях. А, спасибо. Зелье варенье. Вот так вот, спасибо. Рычаг в механизмах, это я уже знаю. Вода в разном. Раз. Ой. Раз. Два. Три. Готово! Хм. Если бы я строила некопию своей дачи, я бы могла сделать механизм, который, если я делаю вот так вот, то воды нет, а если вот так вот, то вода есть. А я хочу создать этот союз, который выбрасывает арбузы. Так. Пу-пу-пум-пум. Пум-пум. Что мне надо сделать? Мне надо сделать плиту. Наверное, будет делаться... Из наковальни. А почему бы и нет? и и именно из разбитой наковальни это вот такая большая а кто не знает кто такой херабрин да знаю кто же не знает а как его заспавли его можно заспавнить только с модами где где с модами мод модификация власть надо еще раз строить нижний этаж Ну, пока что построили весь, и мне нужен голубой флаг, шпоник, потому что мама моя у нас везде развесила занавески. А, кто знает, как скрафтить? А, карту. Карту скрафтить можно из компаса и бумаги. В центре компас, обложенный четырьмя листочками бумаги, насколько я помню. Ну, или простой вариант. Купить ее в деревне у картографа. На столе картографа. Картографа, правильно. Картографа. И именно не на столе картографа, а именно у жителя картографа. А вот у меня занавесок нету. Так, где-то выход. Так, я не помню, у родителей... Да, только у них синие занавески. Шпоник, шпоник, шпоник. Шпоник. М-м-м. М-м-м. Во! Хорошо? Теперь у меня полноценный дачный дом. Нет! Не полноценный! У нас же тут еще это... Вот так вот, крыльцо. Все! Точно! Как я могла это быть? Ать! 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 Все! Теперь нормально! А! А! И у нас еще здесь лампа есть. О! У нас еще здесь есть лампа. Подойдет морской фонарь. Шпоник. Вот сюда вот, да. Значит, так. Нам еще... Мне еще нужно сделать забор. Забор из темного дуба. Из темного дуба пусть будет. Территорию побольше, потому что у нас сейчас тоже достаточно большой. И побольше высокой травы. Потому что участок очень заражен. А как получится невидимый, невидимый блок? С помощью команды. А какой команда надо? Смотри в интернете, я не знаю. А кто-нибудь знает, что все биомы соединены с одним большим океаном Майнкрафта? Кто-нибудь это знает? Нет. Я... Вообще возможно прилететь какой-нибудь биом, который... Ну и... И... Он не будет касаться океана. Это возможно. А мой биом касается океана и соединяется с биомом из-за льда и со снежным биомом, а еще с пустыней. Без кактусов. Пустыня без кактусов. Это что такое? Что такое? Пустыня без кактусов. Такого не бывает. Там просто песчаная трава. И что? В смысле песчаная трава? Потому что песчаный остров. Только бедров и еще. Только песчаник и камень. Это песчаный остров. Это остров. Это... Я его называю мини-пустыней. Ну вот именно мини. А почему тогда ты говоришь пустыня? Потому что я забыла, что я называю этот остров мини-пустыней. На уж. Ну, понятно. Короче, надо сделать побольше высокой травы, потому что у нас очень заросший участок. Потому что им не пользовались здесь пять лет. То есть пять лет просто тупо дом двухэтажный. И целый участок стоял. А я знаю, как заспавнить разные ростки в Майнкрафте. Чего? Ростки. Разные ростки. Сам не знаю. Их можно взять из креатива. Или можно подождать, пока они выпадут с дерева. Нет. Для этого нужна костная мука и дёрны. Ты просто нажимаешь... Нет. Так спавнится только трава. И трава, и цветы. Ну, трава и цветы. Хорошо. Ну, а стажа, нет. Так не может заспавниться. А вот краю так может заспавниться. Краю. Ну, край это же совсем другое. Но очень редко. Нет. Нужно ещё чуть-чуть пошире. Вот так вот. Сейчас по-борому всё доделаем. Ух ты. Правда чё тут всё слишком по-борому. Так, ещё второй уровень забора надо сделать. Так, 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 так. Всё. Так. Теперь мне нужна... Вы... Высокая трава. Вот. И мне теперь этой высокой травой нужно заследить весь участок. А можно сделать высокую траву. Просто поставить траву на эту траву и всё. 후я, если в чай. Нет. Нельзя. Если поставить бы высокую траву на... Высокая трава на высокую траву не ставится? на просто траву просто траву поставить хорошо вот просто трава поставить на просто траву не ставится ломаю ставлю не ставится видишь ну тогда я ошибся или у меня на сервере это получается а у меня это получается в одиночном моем мире а у тебя получается что я сделал такой мир которым я пролетел немного уже вижу сословую деревню там всего три домика я вижу там только два жителей а я когда я когда не было нечего делать еще не когда мы ехали в машине я попросила моей мамы телефон и не знаю почему но у нее там майнкрафт стоит мы когда мы когда-то его устанавливали что там что-то проверить точно не помню ну и короче я такая создаю мир пролетаю немного и нахожу деревню это стандартно но в этой деревне или там буквально в пяти блоках нее аванпост разбойников а я знаю деревню на которую постоянно нападают там даже рейды бывает понятно даже рейды рейды можно устроить в любой деревне а эти рейды кто-то для меня устроил в смысле да прихожу такой я залетаю на острова пустынные где разноцветный песок и шахты заброшенные вылетают на другой остров и вижу там деревню из песчаника рядом с которой тропическое дерево ну да и такие баги иногда бывают или например создал я мир такой спавлю из деревни на вызывание а бонусный сундук заспавнился от меня далеко или например сделал я мир заспавнился около небольшого озерца глубиной в один блок в 1 и 2 блока и вижу что мой бонусный сундук прям на воде заспавнулся тоже баг и например за спа где я в деревню заспавнулся в ней это тот же самый мир в котором в большом сундук заспавнулся далеко и нахожу неподалеку от него портал из обсидиана и плачущего обсидиана и что у меня магма а я в броне зачарован с ботинками зачарованными и так могу уходить по магме некоторое время меня удаляет магма но не действует на меня это не действует потому что у тебя мирный режим у тебя сразу же восстанавливается хп нет не сразу же но быстро нет ты можешь походить без ботинок без брони на мирном режиме тебе все равно не убьет да только если это не ведьма она в миниаке на зелье а у меня ничего нет даже молока в майнкрафте нет если ты по магме походишь без брони то тебя не убьет у тебя хп просто будут тупо восстанавливаться очень быстро и и у тебя будет то то хп то будет то будет очень быстро меняться ты не понимаешь ты отравлен и не понятно Понятно? Нет. Ты поймешь, что ты отравлен, потому что если ты отравлен, у тебя сердечки зеленые. Ну да. Но не поймешь, нормально ли ты отравлен. Ну, я понимаю. Хотя я не пробовала, чтобы меня ведьма кинула на мирном режиме. Зельку. Зато меня уже не на мирном режиме ведьма кидала в елье. Правда, я в одном мире на не мирном режиме нашел себе такую бещеру, прыгнул в нее, сделал себе тоннель такой под воду ведущий. И меня за меня нападают. Я прыгал в этот тоннель и плывал себе на мой тоннель, и ко мне не сплылась. Даже если становятся утопленниками. Потому что у нас... А я тут все еще строю. Потому что утопленники не спавнятся на суше. Они не смогут спавнить своих маленьких утопленников, очень быстрых и очень опасных. Тогда они не смогут размножаться. А в воде они могут размножаться. А еще я знаю, что стражи могут... Вместе с древними стражами могут охранять разные подводные здания. Не здания, а подводный храм. Я уже два таких храма находлюсь. В едином биоме и в обычном биоме. Понятно. В огромном метеане нашел храм. Храм. Первый храм охраняли только стражи, а другой и древние стражи, видимо, ускакали от меня. Я их создал. Я их создаю. Где попало? И стражи не умирают на суше, но спавнятся на суше. Понятно? Да, я знаю. У меня всегда проблемы с разбойниками. Не то, что я не могу их отбить, а то, что я никогда их не могу найти. Да, бывает то, что тебе нужно, допустим, для выполнения ачивки невозможные, а возможно. То есть все эффекты в игре. Тебе нужно устроить рейд. Или ты уже устроил рейд, и у тебя есть герои деревни, но тебе нужно еще и дурное знамение. И ты их никогда не можешь найти. Вот хоть заходи в креатив и спавнь. Да, я вообще никогда не могу найти вот этих... Я могу только их вообще наделать. Без того, чтобы взять их и положить туда. Я их не могу найти. Да, у меня тоже иногда бывает такая проблема. Я иногда хочу устроить рейд просто так. в творческом режиме мне приходится их спавнить. Кстати, я в деревне из Петчаника, которая полупустынная, полуясная, сделал ущелье страха мобов. Я туда посадил железных големов, и тот моб, который туда упадет, умрет. Три железных голема. Я их регулярно заменяю. Как только один... Зачем заменять, если... Зачем заменять, если их можно чинить? Я их не знаю, как чинить. Поэтому заменяю. Железом. Убиваю поломанного и строю снова. А иногда убиваю всех. Ну, понятно. Так. Так, зеленичного зрения. Опа! Вот так вот я, пока мы тут болтали, засадила всё травой. Весь участок. Кстати, теперь, когда мои миры обновились, мне доступен ад. В смысле? Адскай обновление у тебя наступит? Ну, ну, адское обновление. Теперь мне доступен ад. Теперь даже вначале мне его показывают. Понятно? Мне тоже. Я знаю, что песок воды горит синим цветом. Ммм, да. А ещё там есть арки из костяного блока. Это я очень люблю. Чего? Чего есть? Арки из костяного блока. Я его так назвала. Из костного блока. А, да. Из костного блока. А ещё? Точнее, глаз херебрин, то ли это выпало из глаз херебрин, пока храм его там стоял. Да, херебрин живёт в храме. Я это знаю. Как этот храм найти? Этого я не знаю. Но я знаю, что у храма валяются скелеты жителей. Вообще в Майнкрафте нету скелетов, которые валяются. Ну, это если только смодание. Ну, видимо, у херебрина что-то похожее. И я знаю, что херебрин может метать огненные заряды в тебя. Угу. А ещё я никак не понимаю, как найти пылающую кузницу. Уже все шахты заброшенные переискал. А что такое пылающая кузница? Это кузница, где живут злые каменные големы, которые из камня и редстоун с... А как его сделать? Без понятия, как его засунуть. А ты откуда про них знаешь? А, смотря блогеров. Смотря блогеров. Ну, они играют с мадами. Это нельзя сделать. Ты понимаешь? Да, зато у меня есть в магазине миров мир с пылающей кузницей. Понятно? Угу. Я хочу его купить. Так, стоп. Не поняла. калитка. с эффектом. Всё. Так. Так, калитка у нас зелёная. Пусть будет. Прямо хата у нас тоже зелёная у нас. В зелёном заборе. Маленькая забор... А у нас забор не зелёный. Маленькая калитка между большого и большого забора. медиогубей я никогда не видел. Оп-оп. Вот так. Вот так вот. Да сколько у вас калиток-то? Тысячи или двенчики? Нет. Это одни большие ворота. Кстати, я знаю, что заклинатели не оставнятся в деревьях. Где? в деревнях. В заклинатели? Это вообще илжеры. Это мобы. Потому что из главаря заклинателей выпадает зловещий флаг, как из главаря разбойников. Нет. Вообще-то да. Из них выпадает татамбе смерти. Ну да, но из главаря ещё зловещий флаг. Да. Я заславлю всех заклинателей. Я даже сделал опыт заклинателей плюс зомби, потом плюс топливники. И что получается из этого? Из этой кучи борды? Ничего. А что получается из жителей плюс зомби жителей? Непонятно. Два зомби жителей. А если они в клетке? В смысле? Да. По отдельности? Ну да, в клетке. Стрелочками. если они по отдельности в клетке? Да. То житель просто будет пугаться. А, получается испуганный житель. А если он не видит этого зомби-жителя? Обычный житель и обычный зомби-житель. Точнее, зомби-крестьянин. Ну, зомби-крестьянин зомби-житель. Называй, как хочешь. И я читаю, когда беру. Читаю, прежде чем брать. Мне удобнее называть зомби-житель. И именно жители, а не крестьянины. Так, что ж. Сейчас я просто тут отмеряю вот так вот. Гараж вот тут вот это так вот не слишком большое. Кстати, я знаю, что у бродячих торговцев есть зелье невидимости, чтобы их не видели зимово ночью. Да. И что я тоже знаю. Я, кстати, даже делал такую вот штуку. Там небольшой как-то банк и огромная библиотека с огромным множество и там живут коровы. Грибные коровы. Под названием бууу. Дальше не помню, что. Понятно? Мг. Такие странные коровы. У них расходы не были. Видимо, когда их ты получаешь из них не получаешь из них ничего. Только кожу дам дорогие расчетки. Кстати, я уже на выживание дошел до третьего уровня. Опыта. а как это долго добывал уголь и другие полезные ресурсы? У меня где-то двадцатый. Кстати, на моем уровне Майнкрафтера доступен знаешь, какое оружие? Трезубец! И что? Это доступно у всех. если считать по уровням Майнкрафтера, то не у всех. Я знаю одного блогера под названием Ярик. Это его имя. На его уровне доступен алмазный меч. Чего? Понятно? На уровне одного блогера под именем Ярик доступен уже алмазный меч. над уровнем его папы доступен только топорик и алмазный топор, и алмазная лопата. Я не помню, что. Понятно? Моды! Моды! Это игра с мадами! Этого нету в обычном Майнкрафте. Вот, смотри, я все, абсолютно все убираю из инвентаря. Вот, инвентарь пустой. Теперь я беру три зубец, и прописываю команду геймод survival. Вот, режим выживания, у меня есть сердечки. И мне доступен три зубец. Видишь, нулевой уровень. пиуу. Пиуу. Ага. А представь, если бы он был к ней недоступен, то бы что делала? А доступен тебе был, знаешь что, палочка, палочка, и ты бы сражалась с палочкой очень-очень-очень долго. Кстати, у меня одного и того же достижения некоторых уже полно. Например, спи моя радостью с ним. Это действительно... Да, я знаю. Этого достижения у меня полно. В смысле полно достижений? Одного и того же достижения. То есть я его достигал уже кучу-кучу раз. Одну ачивку можно выполнить только один раз. У меня в мирах можно выполнить одну ачивку несколько раз. Понятно? Ну, значит, ты играешь с модами. Ну, видимо, да. А ты и скачивала моды? Конечно. Я не знаю, как их скачать. Так что я не знаю, скачивал ли я моды, когда я покупал Майнкрафт. Тогда ты играешь без модов. Если ты не знаешь, как скачивать моды и не скачивал моды, значит, ты играешь без модов. Я, например, тоже играю без модов. Ну, что ж. Уже шесть часов в наше время вебинара прошло. Вот такой вот дом у нас получился. Да. Реально похож на мой дачный. Я выдавала еще вокруг к нему костер душ. Костра душ в реальной жизни нету. Ну, и так, и я бы... Ну, что ж, ты меня пригласила на свой сервер. Я его уважала. Это не сервер, это одиночный мир. Одиночный мир. С кучей к кучей костров. Одночных. Я поставлю бы их тебе вокруг дачи.